покрышки сейчас эпоксидник акриловый вот все что с ней сделано все до металла ничего тут не оставлял вот потому что как-то очень прям сильно бликовала она ну и слой здесь охренеть какой лежал тем более в горизонт наносили тоже в горизонт но и соответственно перегруз был материала было очень много открылась под старым ремонтом точнее по старым грунтом там под базой вот что было также было шпатлёвано тут тоже и не снизу да не из тоже был шпатлевка кроме одной вмятинки где-то где-то тут на ребрышке ну вот вот это вот этой вот мелочевки это как бы сказать новая она была вот значит сейчас эпоксид акриловый и потом покраска пройдет чуть сушки отодвину крышку и буду красить значит бамперок передний переход на час пакеты разворачивать ничего не буду тут буквально пятнышко в переходе к по базе по лаку вот и две двери по дверькам же все обклеено обезжирена короче останется только наверно еще раз обезжирь уже перед покраской ну вот все сейчас развожу эпоксидник эпоксидник все тот же вандовский 630 на крышку в мокрой версии и потом что сороковой грунт два слоя два слоя 22 здесь три здесь но это именно где шпатлевание было крышка отгрунтована ну посмотрим все как и говорил там два вот видно где третий слой тут чуть зашел но и с этой стороны все по этим элементам которые окрашиваются уже все подготовил обезжирил баллончиком и пиджовым по протирчиком прошелся сейчас еще буквально пару минут подожду собираю опыл и начну красить краска уже краска пульте с огола 33 00 все без изменений база уже лежит здесь переходик забыл его только недавно под подкрасил ну так на дверях выглядит база уже проходили с обычными солидными цветами это простой черный цвет солидный вот межслойки дал подольше вот так она натянулась все еще с разведу лак лак будет 810 ванда но вот у меня уже следующий день крашены дверьки бампер в переход прошла ну прошла ночь сейчас еще не посохнут я их пока уберу сегодня буду красить сегодня буду но есть конечно чуть мусорочек тут по переходе q ну как то вот так потом же в процессе буду показывать на сборке полировку показывать не буду по полировке достаточно видео вот значит сегодня крас двух задних крыльев со стойками с внутрянками с переходами мне осталось замотовать подготовить стойку и внутрянки потому что по этой стороне тут переходы не знаю еще пока думаю но скорее всего народа же прям стойку полностью солью лаком чтобы не мучиться мне там с переходами ну вот может даже дверь сниму чтобы не было удобнее не надо было лишние обклейки на открытой двери так что вот сейчас занимаюсь и уже все доделаю доготовлю будем клеиться и ближе к вечеру покажу вот и готова бумаг покраски все против щеки сделаны обезжирена обеспылена обклеена так все выглядит там в ребра скотч на отворот после базы здесь где база будет еще отворачиваю чтобы лак перекрыл базу потом после лака еще отворачиваю и все будет четко вот короче все вот так там просто валики наклеил ну просто на всякий случай потому что пыл тут летает от этого никуда не деться вот ну по лаку где-то я думаю переходик вот тут будет нижний где-то вот тут но не доходя туда все под переходы замотовано серым скотч брайтом все осталось налить базу и погнали и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дам побольше, потому что это солит А вот вообще кто-то знает это, делает так Или же вообще похер Солит, не солит, металик Высохла на клипы, погнал валить Вот интересно ваше мнение Субтитры сделал DimaTorzok Так, на этом все с базой Сейчас еще дам тоже очень длинную межслойку Будем наносить лак А, кстати, по поводу лака сразу скажу Наносить буду в два слоя Короче, хотел я вчера в полтора И что-то задумался Начал валить По привычке в два Поэтому, ну, чтобы уже тут ничего не менять В слоях Ну, соответственно, здесь, где база, два слоя Везде Там на внутрянке, там, в принципе, вообще в полтора Первый так, вопыл Вообще, в принципе, это можно в один слой делать Все, ладно, я пошел дышать вежим воздухом Выдержка перед нанесением лака прошла Сейчас будем наносить лачок вот такой 810-й Скотч сейчас чуть-чуть отверну Вот тут, в этих местах, где попадала база Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пыл вышел Ну и вот, что мы имеем Вижу, пару мусоринок Вот один тут вообще какой-то, как волосик По шагре они там, если видно Что-то Ну вот, так, я уже не стал снимать, когда переходы размывал Потому что все равно тут уже видно, особо ничего не видно Ну вот, на лампочку вот такой переход Если видно Ну, вообще отлично Так, тут по внутрянкам Ну, на внутрянках, как видели, полтора слоя Тут тоже есть Пару крупных Вон одна сидит Тут же Вот Вторая и третья Откуда-то сыпанулись Ну, думаю, вот сейчас видно хорошо, что грень Крупная, немецкая Все как положено Так, там переходик И с этой стороны переход Вот Вот такой Ну, все Оставляю Часиков на 6, на 7 И потом Пока будет все это дело досыхать Завтра Точнее, сегодня Займемся крышкой Субтитры сделал DimaTorzok